Всем здравствуйте, на этом Политека Онлайн, я Александр Шелест, на связи с нами Борис Титзенгаузен. Борис, мое почтение. Добрый день. Борис, очень важная тема, крутятся вокруг переговоров, Financial Times, сливы, пункты, и вот уже несколько дней мы говорим о том, на что может пойти Украина, на что никогда не пойдет. И все это на фоне, ну понятно, что не тихо, не везде тихо по всей Украине, но на фоне такого какого-то момента перегруппировки, когда стягиваются силы и ожидаем еще большей опасности от второй или третьей волны наступления. Как вы смотрите на эти переговоры и насколько ли правильно утверждение некоторых экспертов, что Запад условный, он как бы и не против того, чтобы Украина часть своих принципиальных позиций сдала? Ну, честно говоря, мне кажется, что у нас далеко не тихо. Как минимум, наверное, жители Мариуполя и Харькова не слышно опровергнут эту информацию, там, фактически гуманитарный этот срок, мы видели эти кадры, гротиями разбомбили драматический театр, где прекрасно знали, что находятся люди, укрываются женщины и дети, там никаких вооруженных сил нет, но, да, это очередной пример того, что россияне, в принципе, для них какие-то правила ведения войны не существует, каких-то норм международных, этических, моральных не существует. Что касается переговоров, то такие пункти ходят, да, что периодически, что то один, то другой лидер, нас пытаются склонить на пункты, которые пытаются продавить Российская Федерация, но у нас официальная позиция, буквально, вот, наверное, час назад, Михаил Подоляк написал о том, что никто никакие интересы не давать не будет, и никто, в общем-то, не обсуждает пункты, которые в Financial Times были опубликованы, Украина стоит на своем, привержен, приверженность территориальной целостности, прекращение огня, отведение войск Российской Федерации обратно, где они не приперлись в наших странах, и суверенитет на всей территории, естественно, включая Донецк и Луганске на области, включая Крым, ну, то есть никто не сдает позиции. Единственная тема, на которую можно рассуждать, рассуждать, повторюсь, это нейтральный статус, ну, здесь можно рассуждать по одной простой причине, по той причине, что сам Альянс и представители Североатлантического Альянса нам говорят, что не время, в ближайшее время навряд ли боятся, побаиваются, опасаются. Мы видим, что Украина намного честнее и смелее туда идет, чем умудренные опытом европейские дипломаты, и, в принципе, это отражается во всех последних выступлениях Геленского. Я смотрел его выступления в Бундестаге, я смотрел выступления перед канадским парламентом, перед Конгрессом американским. Кстати, перед Конгрессом американским вообще, ну, мне кажется, я снимаю шляпки тем, кто писал эту речь, потому что, когда мы людям пытаемся словом донести, что убивают детей, стариков, мирных жителей, они, ну, наверное, не совсем воспринимают, потому что американский политик, он довольно толстый-то слож, да и как европейский, то есть они слышали про убитых детей в Сирии, слышали про убитых детей в Амганистане, в других горячих точках Африки, где где ходят. А вот когда им показали видео, я надеюсь, что многие посмотрели это, вот это совершенно другая история. Это история про понятный имя материи. Когда им сказали, что, представьте, вспомните, что 11 сентября, вспомните, кто может вспомнить, ваши ее отцы рассказывали, это Эрл Харбах, вот это понятные материи для них. Им нужно на понятном языке объяснять. Что касается того, куда мы готовы отступить, куда не готовы отступить, у нас же уже совершенно по-другому государство встроено. У нас не будет, не получается так, что кто-то один решил, или пусть даже несколько человек решило, и все аккорно повиновались. Нет, у нас вся страна воюет сейчас. На разных фронтах кто, где, но воюет. И Зеленский, который действительно стал лидером нации, лидером свободного мира, он очень четко понимает, куда мы идем. И, вы знаете, от опытных политиков, такого можно было не ожидать, то, что сейчас делает Зеленский, может, в этом его и ключевой какой-то секрет, что ли, он не был опытным политиком, который мог подписать сразу Минск, там, Минск-3 или там Минск-5, только бы, чтобы, не дай бог, не воевали. Он прекрасно понимает, что если подписать сейчас Минск-2, Минск-3, то та орда, которая залезает сейчас на наши территории, она же никогда не остановится. Она перегруппирует, снова будут какие-то требования. Мы же видим, что они просто-напросто за буквально каких-то 20 дней, ну, каждые 2-3 дня меняют свои требования к Украине. То им, то библио-лаборатории им не нравится, то ядерное оружие им какое-то не нужно разрабатывать, то еще что-то. То есть колоссальное количество дебильных абсолютно требований, надуманных. Вот сейчас, последняя версия, буквально сегодня или вчера, Путин объявил, что, значит, это вот так называемая спецоперация, она осуществляется для того, чтобы Россия жила в мире, чтобы Украина вдруг какой-то агрессии. Уже Украина оказывается теперь такое агрессивное государство. Раньше же было недогосударство, которое можно за 3 дня проехать на танки и арабские везде. Но вот сейчас по-другому. Обломали зубы, подавились. Мы видим прекрасно, что захлебнулось наступление. Мы видим прекрасно, что исчерпываются силы. Мы видим прекрасно, что все больше и больше не дается плен российских военнослужащих. И что они будут делать, учитывая, с одной стороны, жесткий ответ вооруженных сил, а с другой стороны, экономические санкции беспрецедентные, которые видим, сказать сложно. Ведь там же история следующая. Каждый день экономические санкции – это жесткий удар по экономике. Так же, как и каждый день войны. Это очень дорого. Поэтому я думаю, что Российская Федерация может быть сейчас. Вот есть две ключевых даты. Это завтра, 18 марта. День аннексии Крыма. Большие у них праздники пройдут по всем городам и векам российским. И пятая марта – день победы, которые широко празднуются парадами. Вот либо к одной дате, либо к другой нужно что-то обязательно принести. Ну, ко второй, где победу точно нужно какую-то победу притащить. Поэтому, если у меня ощущение, что они сейчас будут пытаться договориться, чего-то там выжать из нас какой-то внеблоковый, возможно, статус, может быть, обсуждать можем. И дальше просто использовать время год, два, три на перегруппировку, на переоснащение, чтобы снова притащиться сюда и снова пытаться что-то сделать. Ну, такие прогнозы достаточно, возможно, трезвые, рациональные. Но мы же видим, как Путин действует нерационально. И даже аналитически тут непостижимое определенное решение и действие. Но, тем не менее, я очень хочу задать вопрос, тот, который касается вообще Российской Федерации и угрозы непосредственно внутри Российской Федерации. Вот очереди у обменников или, допустим, да, у банков или у ломбардов московские, которые, ну, они, рубли становятся бумажками, они покупают золото, есть ограничения продуктовые. Вот эта вот вся тягость вот этих лишений, она же, ну, должна же как-то канализироваться туда, в сторону Кремля и Красной площади. Кто-то же должен сказать, мол, ребятушки, а что ж вы делаете? Вы тут Россию спасаете, а у нас тут загибается все, и наши деревянные, они уже даже не деревянные, они уже даже не бумажные, это просто фантики превращается в наша валюта. Есть ли вот элемент давления снизу? Или он очень филигранно, тонко, где-то через какие-то там акции на Первом канале с плакатом, где-то еще через какие-то выступления, или там вот эти 250 тысяч человек, которые уехали из Москвы в первые дни после закрытия оппозиционных каналов, условный, да, средний класс. То есть, соответственно, уже не на кого смотреть в Российской Федерации, чтобы вот это давление на власть создавать. Когда мы раньше, никто не мог создавать особое давление на власть, что касается того, как там санкции влияют, вывезут это людей на улицу или нет. Знаете, такая хорошая поговорка, не жили хорошо, нечего иначе на. Большинство россиян живет за чертой бедности, или около этой черты. И для них, например, санкции, которые приводятся, нельзя за границей снять доллары, нельзя куда-то полететь на Мальдивы или там еще куда-то. Нельзя, значит, купить какие-то бренды дорогие, Gucci, Zara, ой, Zara, Боже, Prada или еще какие-то. То есть для них это наоборот. Они аплодируют, вот улыбаются с вами золотыми зубами, они аплодируют, хлопают в ладоши от счастья, потому что это же как раз по среднему классу. А тем, кто чего-то выбился, чего-то где-то заработал, а тем, кто одевается лучше, летает куда-то. Вот это все по ним, потому что они там за границей где-то деньги в карточке не могут снять. Сидите здесь, в России, в этой грязи, будьте как все, уравниловка пришла. Поэтому вот и большинство россиян, они именно этого и не хотят всех одеть в одинаковую одежду. Не дай бог, чтобы кто-то там на более дорогой машине. То есть Советский Союз, помните, вот эта уравниловка, которая была, и все, по-моему, были счастливы. Сейчас, конечно, там в комментариях нам насыпят, мне Советский Союз скажет, что не жил, ну, жил, и что-то пожил. И сейчас, и Путин, наверное, неожиданно для себя понимает, что оказывается же можно было все это оппозиции, все это шушеру, по его мнению, одним махом выкинуть, вообще, все эти медиа закрыть, все эти соцсети закрыть, и все. И в своем уютном, теплом росте в интернете сидеть и выключать всех одной кнопкой, если захотите. А если кто-то там что-то сказал, и просто с чистым листом стоить в одиночном пикеке, на 15 метров можно пособить. Вот, он же мечтал об этом, он же так все время рефлексировал на Сталина. Он говорил, вот так было для тебя. А теперь у него есть все инструменты стать Сталином. Хочешь, сейчас они же и вышли из Совета Европы, и про смертную казнь заговорили, вот он, Кома, полный комплект получается. Теперь и расстреливать можно у них. А это вообще прекрасно, то есть для возвращения в Сталинские времена, это то, чего не хватало. Кого-то посадить, кого-то расстрелять, вот вам и все, и прекрасно. Никто изнутри не раскачает государство. Это я к тому, что, вот к тому вопросу, который вы задали, выйдут на улицу или не выйдут. Да, стреляют десяток человек, и никто не выйдет. Не посадят, а тут нашечки дадут людям. Никто не выйдет. Будут биться, вот обратите внимание, эти кадры, где эти, ну не знаю, назвать их несчастными, наверное, сложно. Ну, допустим, несчастные старики бьются за сахар в российских магазинах. У них сахар все в дефицитах стал. Бьются, друг друга там толкают, и вот они подерутся за этот сахар, пупят его там по три пачки, перетащат его домой, и сядут, включат телевизор, и скажут, вот же наш Утин, какой молодец, как он защищает Россию. Понимаете, в чем парадокс? Да, да, это же победители. Он выурвал эти две пачки сахара и вот принес домой, притащил. Вот это же синдром русского победителя. Я вот здесь очень в этом контексте хочу задать вопрос, очень важен с точки зрения геополитики. Вот эта вот оказия с Байденом, когда ему задали вопрос про Путина военного преступника, он сказал нет, отошел. Потом, видимо, ну там как-то дошло, он вернулся к журналистке, сказал, что да, Путин военный преступник, и вот рушится после вами сказанных слов вот этот вот образ, что якобы США выгодно положение дел там на Украине, в России, что вот зашел сюда Путин и никак отсюда, ну втянулся и не выкарабкается, чтобы эту Россию сделать слабее, податливее, уступчивее и снять просто Путина или поменять вообще геополитически эту территорию. Таким образом, получается, что вот наши все тысячи жертв, сотни убитых детей, наши страдания, это вот для того, чтобы условно Байден свои цели добился. Как-то вот не складывается этот пазл, исходя из того, что в России подрались за сахар, сели и сидят, и никто там особо, ну, никого свергать не хочет. Как вот здесь увязать вот эти две истории? Ну, я бы на самом деле здесь точно не говорил про то, что Америка решила вот защитить Украину и какие-то там ослабить Россию или нет. Дело в том, что Путину, пусть и не из Соединенных Штатов же зашел сюда. Зашел, вот, и еще раз, те требования, которые меняются каждый день буквально со стороны РФ, они говорят лишь об одном, что какого-то одного обменяемого аргумента, почему Россия развязала войну, нет. А он, или они ее просто боятся озвучить. Боятся озвучить, потому что он звучит не совсем гуманно. Звучит он так, мы хотим, чтобы Украина оставалась в орбите Российской Федерации. Мы хотим, чтобы мы в этом регионе задавали все геополитические варианты и управляли государствами, которые, по нашему мнению, по мнению Российской Федерации, ошибки когда-то вышли из Советского Таиза. чего хочет Путин. Плюс, он хочет каким-то образом миру показать, что он же еще ого-го, он еще может. Не надо смеяться над Россией. То есть, мы-то еще, но вот тут он как раз споткнулся, что, не думая, что его армия какая-то там непобедимая, проедет в Краину как в Грузию в то время за пять дней, не вышло. Поэтому я бы тут точно не говорил о том, что Соединенные Штаты там решают свои вопросы. На самом деле, так или иначе, из-за санкций, санкции, они в том числе отражаются и на рядовых американцах, и на рядовых британцев, или на канадцев. То есть, из-за санкций где-то повышается цена на топливо, где-то там еще что-то растет. Но мир принял эти затраты, эти неудобства, потому что, понимаете, сейчас не дожать Россию, завтра она реально может всем сидеть и угрожать ядерной кнопкой. И тут как бы вопрос. Ядерная кнопка на поверку окажется такой же самой, как непобедимая Российская армия, жалой и работающей через раз, но проверять на самом деле никто не хочет. Такое она окажется. Поэтому видно же, что с ним идут. И Турция пытается подключиться, и Шольц, и Макрон позванивают периодически. Но все поняли, что звонить нужно, но выдался шанс всем мирам задавить этого неадеквата, задавить этого маньяка. То есть мир, на самом деле, решает не свои задачи, а решает задачу глобального мирового устройства и глобального устранения агрессии в лице неадекватов в правительстве Российской Федерации, которые сегодня они в Украину зашли, а завтра в Прибалтику, а послезавтра в Финляндию. Все напряглись. И в прошлый раз, в 2014 году, если мне не изменять память, некоторые страны действительно атакуют неявную тайну мобилизации, которые граничат Российской Федерации, проводили мобилизацию, потому что не знали, чего там у Путина в голове и куда он пойдет дальше. Борис, ну вот касательно Соединенных Штатов Америки, как вы думаете, есть ли ну вот такой план или цель, грубо говоря, у Вашингтона избавиться от Путина до вот этих промежуточных выборов, потому что войну, да, с Путиным, с режимом берут некоторые американские политики на вооружение, ну вот исходя из предвыборной кампании. Насколько здесь вот совпали интересы? Ну, я думаю, что играть вот эту непредсказуемую карту объясню, почему непредсказуемую. Давайте гипотетически представим, что кому-то удалось либо изнутри, либо переворотом, либо физически устранить Путина. Кто следующий, кто ведет на замену Путина? Мы знаем? Нет. Представим, как вот эта система, которая Путина родила, как она решит, так она и будет. Посчитает, придет там промежуточный медведь или еще более жесткий Путина, сказать сложно. Поэтому это не решает задачу демилитаризации России, это не решает задачу устранения угрозы. Вот. И опять же с одним штатом я не думаю, что они сейчас прицеливаются в промежуточный выбор, они сейчас прицеливаются, ну то есть понятно, что эту задачу они решают, они сейчас прицеливаются в более глобальную историю, в историю не, как говорится, чтобы не начать третью мировую войну. Они же вот это открещиваются от открытия неба, они открещиваются от каких-то там прямых вот таких поставки самолетов, например, сюда, пытаются как-то это сделать аккуратно. Им, кстати, огромное спасибо, действительно большое количество вооружений сюда передается и будет еще передано. Но мы же думаем, что они осторожны. И все члены НАТО, большинство, за исключением там, за редким исключением стран Балтик, говорят, да нет, небо закрывается, это же прямой тоже отчасти пошел на определенные жертвы. Цены на топливо во Франции растут, как и во всем мире. А мы помним, что было, когда выросли цены на топливо, появились желтые жилеты в свое время, там чуть другая была механика из-за налога. Но он знает прекрасно, к чему это может привести. Макрон даже, обратите внимание, он даже каким-то образом образ Зеленского пытается копировать. Ну, вот, если посмотрите на последние фотосессии, на последние фото, да потому что Зеленский стал реально открытием, пусть и благодаря такому печальному событию, грустному событию, ужасному событию, как война, но он стал скрытым для всего мира. Человек, которому за неделю аплодируют все парламенты, конгрессы, которого поддерживают, который уже не просит, а требует, который нашел совершенно другой вид дипломатии. Поэтому и вплотил всю нацию за жизнь, сейчас даже самые жесткие оппоненты поддерживают закрутили свой пиар, как говорится, краник, да, и перестали играть в какие-то личные пиар-клоды. Поэтому я думаю, что по прогнозам тех людей, с которыми я общался, в ближайшие 2-3 недели до 9 мая все решится. И вот тут вопрос только в другом решится Россия на вот этот последний бросок на Киев абсолютно бесполезный, и абсолютно провальный для них. Или нет? Решится-то решится, но я большие ли потери территориальные, человеческие, сможет ли Украина, украинский народ, украинское общество, вот знаете, когда официально объявили, что пушки замолчали, да, и тогда вот более, более, ну, больше времени сможем провести вне подвала, например, как-то выйти на там привычные, или там уже привычных не будет, но какие-то там социальные контакты, да, люди, и вот они оглянутся и посмотрят на вот эти вот ужасы, вот об этом же вот постоянно там в успокоительных речах говорит тот же Арестович, что, мол, есть великая степень разочарования и относительно серьезные экономические прогнозы бедности. Вот сейчас очень сложно об этом говорить, мы так, ну, от вас услышали, что так вот число, да, 9 мая, там, еще нужно, там, апрель точно это все продержаться и выстроить, но какие перспективы Украины в будущее, вот, вот то, что называется у нас сейчас послевоенное? Ну, здесь нужно понимать, что по факту подписания какого-то документа нам нужны жесткие, четкие, понятные гарантии. Не такие, как были в Будапешске меморандуме, когда все потом сказали, ну, извините, мы там и отвернулись, отдали оружие ядерное, вы до свидания, молодцы. гарантии, это первое. Второе, естественно, отстраивать очень много и очень дорого. Ну, вот здесь, вот я вот, наверное, в меньшей степени переживаю за этот пункт, потому что, судя по тому, как нам помогает сейчас весь мир, деньги на то, чтобы отстроить все, что было разрушено, нам дадут. И тут будет у Украины шанс. Станет Украина таким огромным Сингапуром, потому что, если мы после войны не искореним коррупцию, и если после войны все точно так же, например, как 30 лет до этого возвращалась на круги своя, будет, если мы поймем, что люди, которые воруют именно из-за этих людей, мы потеряли столько, мирных жителей, столько наших солдат, потому что они миллиардами деньги выводят страны, и они миллиардами крадут их из госбюджета. Если все эти годы не крали деньги, я не представляю, какой мощью была бы наша армия и какого-какого технического оснащения. Будет шанс у Украины сделать не просто шаг, а, наверное, целый такой скачок, огромный скачок, несмотря на разрушение, которое причинила война, несмотря на, в первую очередь, потерю жизни мирных людей и наших военнослужащих. Этот шанс мы должны будем использовать обязательно. И мне кажется, что понимание как минимум Зеленского и тех, кто рядом с ним находится, что если мы в войне не возьмем курс на демократическую некоррупционную другую страну, то через какое-то время Россия придет снова сюда. И через эту коррупцию, через свои их вот, потому что же пророссийские силы, пророссийские агенты, которых сейчас десятками их уничтожают, находят, раскрывают в разных службах, они же оказались здесь и сидели здесь благодаря коррупции. Все это за деньги делают. Кто-то закрывал глаза, кто-то кому-то давали взятку, чтобы не закрыли откровенно российскую какую-то помойку. Всех все устраивало. Война поменяла это, знаете, это, наверное, плохое сравнение сейчас будет. Когда пандемия коронавируса начиналась, многие люди не верили, в нее соотносились к каким-то обычным гривенью. А вот когда уже у каждого появился такой человек в его семье, в семье знакомых, в семье друзей, это совершенно поменяло картину. И вот когда погибшие начинают появляться уже в семьях знакомых, в семьях друзей, журналисты, и это люди, которых мы знали, это совершенно по-другому, потому что как бы это синично не звучало, но в тех областях, где война активно не ведется, там совершенно другое немножко отношение, чем тех людей, которые сидят в подвору. И это нормально, пока мы реально не услышали киев, пока эти хлопки не начали звучать 5 утра, пока мы не видим, как падают осколки ракет, мы может быть до конца бы и не видели. Но вот война всех определила, в этом, наверное, ее единственный пункт, война всех привела к тому, что у нас есть шанс сейчас, исторический шанс менять нашу страну и двигаться в абсолютно другом направлении. Будем надеяться, что это движение таки возобновится и будет скорым. Борис Ситенгаузен был вместе с нами. Я благодарю вас за эту беседу. Подпишитесь на Политек онлайн, дорогие друзья, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете о переговорах в военном и послевоенном времени. Мы продолжаем работать, несмотря ни на что. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok